Не к чему нам эти долгие разговоры. Решили депутаты городского совета и на майской сессии не стали заслушивать отчет начальника финуправления Артема Митасова. Сразу перешли к вопросам. Мы, к сожалению, в этом бюджете за 2016 год, да и предыдущая доходная часть не выполняется, тем самым и расходная. По отношению к 2015 году она уменьшилась по обеспечению в рамках 131 закона. В результате мы имеем по итогам 2016 года дефицитный бюджет. Сейчас мы будем встать бюджет на 18-й плану, 19-й, 20-е года. Я с удовольствием поддержу вас сделать бюджет бездефицитным. Но в этом случае совместно с вами нужно будет принять решение, от чего мы готовы будем отказаться. От чего именно можно будет отказаться, народные избранники на майской сессии обсуждать не стали. Но бюджет 2016 года после всех разговоров приняли. Правда, с поправкой. Все это обсуждалось на бюджетном комитете. И администрации города поставили четкие задачи, которые записаны на протоколе. Это большая работа. Чтобы на сегодня четко фронализировать бюджет, состояние муниципального сектора экономики, посмотреть все провальные моменты. Если городу нужны муниципальные предприятия, значит должна быть программа по выводу их из кризиса. В очередной раз говорили депутаты. Сегодня же что Зеленстрой, что ПТП, что ТТП получают разовую финансовую помощь. Кстати, за поддержку в размере 10 миллионов рублей субсидию городскому электротранспорту проголосовали народные избранники. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.